Музыка Меня зовут Александра Поршнева, я киновед, кинокритик. Я являюсь членом Международной Федерации Кинопрессы, Кинокритиков и Преси и членом Ассоциации Кинокритиков Казахстана. Я родилась в городе Жасказгане. Нас в семье четверо. Папа, мама, я и мой младший брат. На самом деле очень творческая семья, потому что родители музыканты, папа баянист, мама пианист. Младший брат тоже пошел по папиным стопам и стал баянистом, лауреатом множества международных конкурсов. Ну а я немножко отошла от семейной стези и решила попробовать себя в роли кинематографиста и кинокритика. Ну так как наша семья очень творческая, то с детства мы смотрели очень много мультфильмов, смотрели очень много фильмов и устраивали кино ночи, киновечера. И с тех пор я думаю, что у меня все-таки и заложилась моя любовь к киноискусству и к визуальному искусству в целом. Так как мои родители музыканты, то, конечно же, они рассчитывали на то, что я продолжу семейные традиции, пойду по музыкальной линии, я приняла решение, что я все-таки поступлю на киноведение. Познакомилась с моим будущим мастером Баужаном Рамазановичем Нагербеком, кинокритиком. Родители сначала, конечно, скептически относились к моему выбору, но затем, когда пошли какие-то результаты, пошла хорошая работа, они поняли, что это действительно мое, они приняли абсолютно мой выбор. Конечно же, на выбор моей профессии, как я уже говорила ранее, повлиял Баужан Рамазанович Нагербек, мой мастер, основоположник киноведения в Казахстане. Вторым человеком, который меня поддерживал, который верил в меня, который вел меня в этом творческом пути, в киноведении, была Инна Тлековна-Смаилова, кандидат в искусствоведение, кинокритик. Я не отделяю ни работу, ни семью. Но, конечно же, семья у меня всегда на первом месте. Что касается профессии, это тоже уже, это как образ жизни, по сути, становится практически твоей судьбой. Раньше я училась как пианистка, я считала себя недостаточно усидчивой. Но сейчас я понимаю, что, наверное, я была просто не на своем месте. Работа, наверное, для меня самой меня раскрыла с той стороны, что вот я абсолютно увлеченный человек. Я включаюсь, я могу просто добивать до конца, на мне просыпается что-то мужское. Может быть, мое имя влияет так на мой характер. Конечно же, самым большим фестивалем, первым фестивалем моим большим, была наша дорогая, любимая Евразия. Это для меня стало дорогой в мир серьезной кинокритики. Именно тогда я первый раз поработала в составе члена жюрифа при СИИ. Я познакомилась с Клаусом Эдером, который в то время возглавлял федерацию. У меня есть ряд научных статей, но, конечно же, я мечтаю о том, чтобы издать книгу. Собственно говоря, на сегодняшний день в моей копилке несколько международных фестивалей. Киноликбес в Санкт-Петербурге в 2017 году. Например, Евразия – это мой первый опыт. Молодежный фестиваль краткометражного кино в Казани. Члены жюрифа «Прессия» опять же на одном из самых старых фестивалей в Германии, в Европе. Я являюсь постоянным автором сайта восьмерка.кз. По сути, хорошую или плохую работу кинокритика делает и определяет время. Чем больше времени проходит, чем ярче твоя работа, тем больше шансов у нее прожить долгую жизнь и что-то после себя оставить. Неизменным в жизни, конечно же, остается искренность. Искренность к профессии, к самому себе, к жизни и к миру. Наше казахстанское кино имеет огромную историю и большие перспективы, действительно большие перспективы развития. Я думаю, что если каждый профессионал кино будет действительно любить свою профессию, будет любить свое дело, то мы достигнем самых больших высот, самых крупных кинофестивалей. Путь профессионала – это вклад в будущее нашей страны. Продолжение следует...